Девушки отдыхают О статистике заболевания в городе Устилимске и Устилимском районе нам рассказала начальник территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Буркова. Седьмое ранговое место Устилимскому району нарастающим итогом зарегистрировано 991 случай, что составляет на 100 тысяч населений 6871. И Устилимский район занимает 28-е ранговое место по заболеваемости ковид среди муниципалитетов Иркутской области. По клинике, которая сегодня болеет наши граждане, есть возможность предполагать, что это все уже омикрон. Естественно, и дельта существует, потому что тяжелых случаев достаточно на сегодня у нас регистрируется, которые госпитализируются и которые находятся на ЭВЛ. Отмечено большое количество обращений к врачам со схожими симптомами – кашлем, болью в горле и высокой температурой под 40. Все они похожи на коронавирус, но ПЦР-тест дает отрицательный результат. Стремительно распространяется ОРВИ. Гриппа и пневмоний – нет. За неделю с симптомами ОРВИ обратились за медицинской помощью 2066 человек, из них взрослых 1537, детей от 0 до 240, дети в возрасте от 3 до 6 – 170 и школьников 219 человек. Эпид-порог за данную неделю, за многолетний период наблюдения, в эту неделю превышен по совокупному населению в 2,6 раза. По взрослым эпид-порог превышен в 3,8 раза. Детей в возрасте от 0 до 2 эпид-порог по ОРВИ превышен в 3 раза. Дети садовского возраста, организованные, превышение порога составляет 1,3 раза. И 1,1 раза представляет превышение порога дети школьного возраста. По тяжести заболевания ОРВИ всего госпитализировано 36 человек. За эту неделю зарегистрировано вне больничных пневмоний – нет. Всего нарастающим итогом, начиная с 1 января, случаев вне больничных пневмоний зарегистрировано 6. Вакцин против большинства респираторных вирусов не существует, поэтому в первую очередь надо уделять внимание профилактике заболеваний, соблюдением правил личной гигиены, ограничения посещения общественных мест и тщательная уборка помещений. Тяжелая эпидемиологическая обстановка заставила власти ввести антиковидные ограничения, обязательное ношение масок, посещение массовых мероприятий с 70% заполняемостью залов по QR-кодам. На сегодня снято лишь ограничение во времени работы с общепита. В связи с уточненными данными переболевших, привитых, сегодня среди обычного населения контактные не наблюдаются и не изолируются от заболевших. Вместе с этим заболеваемость ежедневно регистрируется среди всех возрастов. В связи с тем, что возбудитель коронавирусной инфекции штамм омикрон является очень контагиозным и быстро распространяющимся, в этой связи, если у вас появились симптомы ОРВИ, пожалуйста, оставайтесь дома, вызывайте врача и принимайте лечение. Утро понедельника в городской администрации началось традиционно с планерного совещания муниципальных властей о текущей обстановке в Устилимске. Начальник Центра обеспечения безопасности от чрезвычайных последствий Александр Кузнецов доложил, что за прошедшую неделю в ЕДДС поступило 845 сообщений. Произошел один пожар, 10 ДТП, один без вести пропавший найден. 38 сообщений касались вопросов ЖКХ, 5 безнадзорных животных. У нас на той неделе было ДТП с повреждением опоры освещения, вследствие чего сейчас не работает уже на протяжении 4 дней линия освещения по улице Ленина. Восстановить ее сейчас быстро не представляется возможным, в связи с тем, что необходима замена опоры. Виновник на этой неделе обещал опору восстановить и линию освещения включить. На ОБЦ Дмитрий Владимирович, там тоже ДТП, было опять ограждение, снесли. Нужно будет установить, кто там виновник. Сейчас информацию в ГИБДД запросим. Информацию в ГИБДД запросим, материалы дела получены, направим в ссылку. От Дмитрия Владимировича также стало известно о демонтаже снежных городков. Много внимания уделили механизированной чистке дорог. Обильный снегопад буквально засыпал городские магистрали. Вновь образовался большой снежный накат. Мэр Анна Щекина распорядилась усилить контроль зачисткой периметров микрорайонов. С нашей стороны подрядчикам сейчас будет направлено письмо-уведомление о привлечении дополнительной техники людей к уборке снежных накатов на дороге, пешеходных дорожек. Так, ну, по уборке дорог и лестниц переходов по отличный контроль под особо, с учетом усиленного снегопада. Хорошо, спасибо. Определен победитель открытого электронного конкурса по выбору подрядной организации, который будет выполнять работы по благоустройству центральной площади напротив ГДК «Дружба». Эта организация по СИП «Строй» понижение было на 300 тысяч. Сейчас начнем уже прорабатывать с подрядчиком, как мы будем устраивать отношения, согласовывать графики работ. Ну, в принципе, дальнейшее сотрудничество, как у нас будет происходить. Так, значит, все в рабочем порядке. А подписание контракта в течение какого времени? Ориентировочно до 10 марта. В свою очередь начальник управления физкультуры и спорта сообщил про этапы ремонтных работ в плавательном бассейне «Олимпиец» и молодежном центре на базе бывшего СФУ. В последнем индивидуальный предприниматель языков готов приступить к ремонту кровли. Также Евгений Федорович доложил о спортивных победах наших земляков. В Москве прошел международный турнир по УШУ. Три спортсмена спортивной школы «Лесохимик» завоевали три золотых медали. Также прошел первенство Иркутской области по плаванию, отбор на всероссийские соревнования. Спортсмен спортивной школы Данил Тарасов в двух видах. В первом виде 100-метровки одержал победу, второе место он занял по троеборью. И также было присвоено два разряда. Это кандидаты мастера спорта по виду Дзуду Анищенко Андрею и по УШУ Клеменок Арсений. К чему мы очень рады. Образовательные учреждения вовсю готовят старшеклассников к сдаче госэкзаменов. Начальник управления Олеся Кузнецова подробнее рассказала о самых популярных предметах и датах начала их сдачи. Всего девятиклассников, которые будут сдавать ОГЭ, 939 человек. В форме ГВЭ будут сдавать 97 человек. И предметы по выбору распределились следующим образом. 801 человек будет сдавать русский язык, но это обязательно. Математика, 842 человека, это тоже обязательно. Больше всего выбрали дети сдавать общество знания, 436 человек. Очень много детей выбрали предмет такой, как информатика, 401 человек. И 304 человека выбрали географию. Остальные соответственно по уменьшению. Пункты приема ОГЭ. В этом году 13-я школа, гимназия и лицей. Пункты приема ГВЭ, 2-я школа и школа номер 8. Начало экзаменов у девятиклассников начнется 19 мая. 1 марта завтра пройдет пробный региональный технологический мониторинг по математике. Девятиклассники попробуют процедуру сдачи этого экзамена. И соответственно уже будут знать, готовы они к сдаче ОГЭ или нет. В России началась длинная шестидневная рабочая неделя. Всем, кто работает на пятидневке, предстоит трудиться еще и в субботу, 5 марта. Рабочую неделю изменили для более плодотворного использования выходных и праздничных дней. После шестидневки россияне смогут три дня праздновать Международный женский день. С 6 по 8 марта. Предусмотрены и сокращения рабочего дня 5 марта, что не повлияет на заработную плату. 26 февраля на крытом корте «Ангара Элим» прошел традиционный турнир памяти по хоккею с шайбой на Кубок ветеранов, за который на ледовой арене боролись возрастные команды от Элима и Финтранса. Цель этого турнира – привлечь побольше молодежи к спорту, чтобы они не болтались по дворам, а занимались физической культурой и спортом. Ну и самое главное – почтить память ребят, которых нету с нами. Пригласили родителей, жен, детей, подарили им подарки, чтобы они, что мы их не забываем, знали, чувствовали поддержку нашу, чтобы мы всегда к ним придем на помощь, кому нужно. Кубок ветеранов – это символ, событие, которое привлекает внимание к истории усть-илимского хоккея, нашим землякам, к пропаганде спорта и здорового образа жизни в целом. Все периоды этой напряженной встречи прошли, что называется, очко в очко. Накал борьбы был высок. Во время проведения игр зрители имели удовольствие наблюдать хорошую спортивную подготовку и сыгранность команд участников. Поэтому результаты турнира были в основном предсказуемы, хотя свою роль сыграли, как всегда, и его величество случаев, и везение. По итогам соревнований первое место заслуженно заняли ветераны Элима. «Самое главное, вот эти ребята, которых сейчас нету с нами, они все мечтали о таком, мы его называем, дворец для нас, но не успели достроить, но я думаю, они там наверху сейчас все чувствуют, что мы достигли того рубежа, который хотели, стремились, ушли от снега. Сейчас осталось малое за малым сделать искусственный лед, чтобы дети двигались вперед у нас, играли за сборную России. Ну и чтобы, главное, молодежь, чтобы побольше занималась этим видом спорта. Ну и ветераны не старели, болезнь, чтобы не забрала, чтобы все здоровый дух был, крепкий иммунитет, все это, чтобы было». Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова